Особое мнение на 101FM Согласно документу Согласно документу Ну, все, что мы в последнее время очень часто возвращаемся к старому В нашу сейчас бытность, можно так это назвать Поэтому я думаю, что это более правильный и более эффективный метод управления городом Который лучше, по крайней мере, лучше, чем сейчас Мы с вами видим, что на протяжении более 10 лет Даже лет уже, наверное, 15 У нас существует система двоеглавия такая Когда у нас там и глава города, и глава администрации И эффективность эта система, она не показывает никакой Особенно для города, особенно для развития города Наш город как бы, как встал в 2005, наверное, году До сих пор находится в каких-то таких Начало двухтысячных, да Практически новые тенденции по развитию Развитию общественного транспорта Развитию дорожной отрасли Практически нет изменений По тем направлениям, по которым я больше всего ориентируюсь Но вы связываете, что они появятся, если глава станет выборным? Ну, во-первых, к нему будет меньше вопросов от людей Потому что люди его выбирают Люди его выбирают, да Как бы он выбирается не из числа кого-то там Поставленных кем-то в виде губернатора Либо его окружения, да А человека выбирают народ Человек выбирают кировчане И этот человек, он будет уже отвечать перед ними А не перед губернатором Поэтому ему, наверное, как бы В данной ситуации не то, что проще будет работать Но, по крайней мере, будет доля ответственности намного выше Перед теми, кто его выбрал Хорошо, но тогда у этой истории может быть оборотная сторона Потому что мы можем столкнуться с ситуацией Когда вот этот выборный глава, да, условно Он будет реализовывать совершенно любую политику Да, и покрываясь тем, что его выбрали люди То есть, условно говоря, мы можем получить Такую ситуацию, когда он, условно, будет Таким заниматься самоуправством То есть нет ли вот здесь каких-то рисков с этим связанных? Ну, как сказать по этому поводу По поводу самоуправства, да По сути, на него не будет рычагов влияния Вот он выбранный людьми И, собственно говоря, делает, что хочет Ну, а почему он делает, что хочет? Есть законодательство Российской Федерации Федеральные законы Все это четко прописано Он не может делать Даже сейчас те, которые Ну, те люди, которые на сегодняшний день выбраны Да, выбраны комиссии Состоящие там из пяти депутатов И пяти представителей администра Правительства Кировской области, да Этот же человек тоже не может делать все, что он хочет Он действует в рамках тех законодательных норм Которые прописаны в федеральных законах И человек, который будет выбран Он не сможет делать все, что он хочет Он будет тоже действовать в рамках федерального закона Просто доля ответственности за его деятельность, да У него будет лежать не только перед губернатором Но и перед теми людьми, которые его выбрали Я как бы на это больше сужу Но на эту точку зрения больше смотрю на сегодняшний день Потому что из тех людей, которые управляли городом До последнего времени Больших достижений никто не добился У Ильи Вячеславовича и Шельгина Были, конечно, желания как бы Что-то, что-то менять каким-то образом Но за его небольшой короткий срок Главой администрации Больших изменений не произошло Потому что срок был маленький, во-первых Во-вторых, как бы Ему не настолько давали все менять Насколько бы ему хотелось А по остальным главам администрации А тем более главой думы Главой города По ним у меня даже ответить нечего Один только Владимир Васильевич Быков Чем только запомнился Так вы сами знаете У нас там все смеси Пестрят информацию о его коррупционных делах То есть история с выборным мэром Она нас немножко в этом плане подстрахует, да? Ну она не то, что подстрахует Она нам даст новый глоток Можно так сказать Для города, да? Во-первых Будет более активные граждане Но я опять же так же считаю Что любая должность Которая выборная Она выбирается людьми Это значит активными гражданами города Кирова Которые готовы И хотят видеть изменения города Которые пойдут голосовать за него Вы посмотрите сейчас Какие статистики по голосованию у нас Практически на выборы люди не ходят Потому что Потому что они разочаровались в выборах Мы смотрим статистику У нас очень низкая статистика По выборам на сегодняшний день В любые направления Без разницы Там законодательное согнание Городская дума Сельские советы Районные Статистика очень низкая По той причине Что люди разочаровываются В последнее время В выборах Кого-либо Депутатов Либо там глав А здесь Я надеюсь Что здесь Будет какой-то У людей Во-первых Появится желание Выбрать человека Который Который будет отвечать за город И будет отвечать перед ними А во-вторых Людям Ну как бы Человек Надежда Опять же Мы живем надеждами Да Я вот не раз уже Повторил такое слово Надеюсь Надеюсь Потому что При желании Верить в лучшее Ничего не поменять Поэтому Желание Того Что появился Глава города Глава администрации Не знаю Как эта должность Будет объединена И как она будет Четко называться Да Но если этого человека Выберут люди Я надеюсь Что в городе Будет намного Корсивее Что-то будет меняться В лучшую сторону Но опять же Будет зависеть Конечно От политических партий От воли Политических партий Вы же сами знаете У нас По России Уже так Такая статистика Идет Что люди Которые выбраны Народом В некоторых случаях Эти люди Не всегда поддержаны Правящими партией Из-за этого Может быть Столкнуться Конфликт интересов Ну это покажет Время Сейчас Заглядать не будем Вперед По крайней мере На вопрос О Выборы Об Инициативе Можно сказать Прямых выборов Я эту инициативу Поддержу Еще один вопрос Задам Сейчас На кандидату На должность Главы администрации Предъявляется Ряд требований Как вы считаете Кандидату На пост Выборного Градоначальника Должны ли Какие-то требования Предъявляться Нет Требования Должны быть Должны быть Требования Как минимум По образованию Чтобы у человека Было Как минимум Выше образование В какой-то Управленческой деятельности Чтобы у него был Опыт Во-первых Управленческой деятельности Минимум Пять лет Чтобы он Не просто там А он должен быть Управленческой Или именно В администрации Нет Именно Управленческой Я это не говорю Администрация Это такое же Предприятие Это такое же Предприятие Которое Надо управлять Чтобы у него было Не просто Он был директором ООО В течение пяти лет Где там Один бухгалтер И один Сантехник А чтобы Это было Большое предприятие С большим Стажем работы Как минимум Как минимум Человек пятьдесят А того из сто Должно быть Числить Сотрудников Чтобы у человека Был опыт Управления Большим коллективом Да Ну и конечно Образование А дальше уже Там Время покажет Как он будет себя Отвести Если он умеет Управлять предприятием От ста человек Значит у него есть Опыт Опыт есть И ну конечно Это предприятие Должно быть Как минимум Если мы берем Человека из бизнеса Я просто С этого начинаю Да То конечно Это предприятие Должно быть Не банкротное Какое-либо А чтобы у человека Чем гордиться И о чем рассказать Как бы примерно Вот если мы берем Человека И ну Человек идет Из власти Из чиновников Например Там Из мэр Какого-то Бывшего города Еще Мэр какого-то города Куда Будет выбираться Понятно Прежде всего Это Образование Ну и опыт работы Это я считаю Одно из Важных факторов При выборе Данного кандидата Особое мнение Константина Сичихина Мы сегодня слушаем И переходим К другой теме И будем обсуждать Сейчас маршрутную сеть 12 ноября Состоялись Депутатские слушания По маршрутной сети Кирова И насколько я понимаю Никаких особенных Глобальных изменений С точки зрения Обычного пассажира Не произошло Все изменения Которые происходили Они касались Перераспределения Автопарка Внутри Выставляемых На торги лотов То есть если раньше У нас в этом году Было торговано 4 лота То сейчас Уже на 2021 год Торгуется 10 лотов Причем Для троллейбусов Выделен отдельный Так называемый Такой спецлот Куда объединены Все троллейбусы И вы В интервью Одному из Телеканалов Сказали что Увеличение числа Лотов Не будет успешным Почему Ну Как бы Это Можно посмотреть С двух сторон С одной стороны Да мы увеличим Количество Числоводов И Будет развиваться Какая-то Конкуренция Среди Предпринимателей Среди предпринимателей Общественного транспорта Но Почему Этой конкуренции Я сразу говорю И не будет Просто многие Мне про это говорили Что вот Мы много лотов Сделаем Мы увидим Много Предпринимателей Общественного транспорта Они выйдут Из субподряда Из-под ДТП И все будет Замечательно Но Предприниматели Чтобы развиваться Ему Мало Одного года А у нас Лоты будут На один год А дальше Ни один из этих Предпринимателей Не знает Что будет дальше А дальше Нам говорят Что В ближайшее время У нас будут Брутоконтракты И возможно Нам с 19-го года Говорят Что у нас будет Единый оператор Ни один предприниматель Сейчас Не понимает Что будет дальше С ним Насколько ему Дадут развиваться Куда он дальше Пойдет Нет понимания Совсем О развитии Общественного транспорта В городе Кирове Особенно В Кировской области Поэтому Что 10 лотов Что 111 Да хоть 15 Этих лотов Да Они не дадут Никакого Развития Для общественного транспорта Особенно Маршрут на сети Обновление Автопарка Города Кирова На сегодняшний момент Короче Если Когда предложить Нечего То лучше ничего И не предлагать Лучше оставить Все как есть И многие предприниматели Об этом говорили Что лучше оставьте Все как есть Мы доработаем Этот год На следующий год В том режиме В котором На сегодняшний день Находимся А дальше Уже Когда вы там Решите Будет Понятное решение Обруто контрактов И единого Оператора И будет ли он дальше Дальше уже будем смотреть И подстраиваться Под рынок А сейчас На сегодняшний день Что у нас было 10 лотов Что у нас было 4 лота Что у нас станет 10 лотов Это большой ситуации Не изменит Для общественного транспорта В городе Кирова Вот вы сказали Что ничего не изменит И я честно говоря Когда услышала Эту новость Мне показалось Что это Такая хорошая история Потому что Вывести Из субподрядов Из тени Что называется Субподрядчиков И сделать их Такими легальными Перевозчиками Мне показалось Что это хорошая история Это хорошая ситуация В том случае Если мы смотрим Вдаль Мы смотрим На несколько лет Вперед Когда мы эти контракты Оторговываем На 3-5 лет Чтобы эти предприниматели Которые вышли Из субподряда Чтобы у них Четко в контрактах Было прописано Обновление автопарка Или совсем сразу Новые автопарки Вот смотрите Контракты Перми У них длинные контракты Пусть они даже Бута контракты Но там автобусы В Перми У перевозчика Должны быть Не старше 7 месяцев Это все автобусы Практически 2020 года В наших контрактах Такого не будет В наших контрактах Даже до сих пор Не хотят Исключать Второй класс Экологичности Хотя при этом Давно уже Такие автобусы Не продаются А только по той причине Что наш автопарк Который ездит По городу Кира Он очень старый И если мы Исключаем Второй класс И делаем К примеру Даже один пунктик В контракте Пописано Что все автобусы Должны быть Четвертого Пятого класса То процентов 30 От того и больше Автобусов Можно снимать С линии Вот где это Развитие Это Где это Новый глоток Свежего воздуха Для общественного Транспорта От этих контрактов Сейчас просто Делают таким образом Что из АТП Выводятся Субподряды Все автобусы Можно сказать С одной стороны Обеляют этот рынок Потому что Мы же раньше С вами и не знали А сколько этих Субподрядчиков Ну да У нас было По-моему Две компании Да Сейчас мы с вами Примерно Представляем Что у нас в основном Это порядка Десяти компаний Которые работают На рынке Общественного транспорта Города Кирова Но при этом Мы с вами Понимаем Что Ну и не только Мы Не только я И там Ну и вся наша Какая-то Экспертная Сфера Общественного транспорта Она понимает Что вот эти контракты Они ничего нового Не приносят А особенно Когда мы Вот в рамках Депутатских слушаний Общались С перевозчиками Которые В дальнейшем Будут по этим Контрактам Ездить Так они Не больно Сидели радостно Я не заметил На их В глазах Какой-то На их лице Какой-то улыбки И причина Именно В отсутствии Долгосрочного Какого-то планирования Или еще Какие-то причины Конечно Конечно Сейчас Все хотят Видеть Вдали Все хотят Понимать Что будет дальше А когда нам Уже там С девятого С девятнадцатого Года Говорят Что мы будем Вводить Единый Единый Оператор Да И который до сих пор Которого нету Но и при этом Я например Четко понимаю Да Если мы хотим Обновлять Автопарк За счет Федерального Софинансирования То как сейчас Делают Некоторые регионы Такие как Пермь Тверь Потом Еще один регион Белгородская область Белгорода Вот То они Идут По Этой программе А в программе Прописаны Четкие требования В программе Прописаны Цеткие требования От единый Оператор Это мы говорим Про программу Про какую Про БКД Нет Это мы говорим С вами Про программу БКД Это мы с вами Говорим Про программу Обновления Общественного Транспорта На которую Выделяются Федеральные Софинансирования Через Внешэкономбанк Об этом Тоже говорил Председатель Правительства Недавно В своем отчете Перед губернатор И про это Говорит И президент Российской Федерации Вот Мы не можем В эти программы Войти Потому что У нас Не выполняется Ряд условий Правильно? Конечно И ряд Вот из этих условий Это брутоконтракты Это Единый Перевозчик По крайней мере Там На какую-то часть Объема транспорта Да И это Выделенные Полосы Под общественный Транспорт Вот Основные Три пункта По которым Мы сейчас На сегодняшний день Не можем участвовать В данной программе Потому что Они у нас Не выполнены А история Про единого Оператора Она вообще Насколько Вам видится В перспективе Реализуемой Потому что В 2021 году Когда уже Собирались Сделать Этого Оператора Я так понимаю Уже Не будет Его создано То есть Мы вообще Эту историю Положим На полку Или все-таки Она Еще Еще Жива Условно Нет Эта история Она По всей Вероятности Жива Тут вопрос Только В финансировании Понимаете Вопрос В деньгах Если регион Готов Выделять А тут Немаленькие Колоссальные Деньги На создание Единого Оператора На переход На брутоконтракты То здесь Потребуется Вложение Из бюджета Кировской области Тут Понятно Что город Киров Не осилит Такие затраты Тут потребуется Например Эта же Белгородская Область Было потрачено Порядка 600 миллионов Рублей Из бюджета На переход На единый Оператор На переход На брутоконтракты Пермский регион А это расходы Они идут на что? На какие статьи расходов? Ну это Во-первых Расход идет На закупку Общественного транспорта На Дофины Ну у нас же Часть денег Из федерального бюджета А часть денег Регион должен выделить Ну либо Предприниматели Либо регион Но здесь В большинстве случаев Это уже Работа региона Плюс Переход на брутоконтракты Он подменяет Под свое понятие А перевозчик Уже получает Деньги Не с билета Как он получал Грубо От пассажира Да А перевозчик Получает уже Финансирование Из бюджета Согласно Прописанному Контракту За километр Сколько у него Автобус Поехал километров На маршрут Там недолго Высчитать Сколько километров Он круг По маршруту Сделал Там 20 километров 20 километров Мы заплатили Из бюджета Но платить То надо Сейчас А деньги Когда бюджет Получат Пассажиров И когда им Перечислят Это уже потом И вот На обеспечение Вот этого времени Не требуется Финансирование А деньги От пассажиров Они куда пойдут То есть Если они Их не получают Перевозчик Ну они пойдут Либо единому Оператору Либо в бюджет Они пойдут В основном Он идет Там Единый оператор Перечисляется В бюджет Для Возмещения Затрат По бруту Контраста То есть Единый оператор Собирает Все деньги Со всех перевозчиков И потом Просто их Распределяет Компанией А потом Нет Почему нет Он Распределён Собирает Все деньги С перевозчиками И перечисляет И в бюджет Ну например Такая схема Сейчас там В Белгородской области Работает Там создан Единый оператор Всех Перевозчиков Перевели На платежную Ну там На единую Карту Оплаты И Все деньги Все люди Стараются Там совсем Последнее В последнее Время Убрали Наличные платежи Там только Безналичные платежи Ну вот вы сейчас Ну грубо там Ладно Белгородская Многие бывали В Москве В Москве же Наличными деньгами Никак не заплатишь В автобусе У тебя должна быть Карта Карта Тройка Таки По такому же Примеру Сейчас пошла Там Белгородская область В автобус зайдёшь То уже Нечем тебе Вот нет Наличными деньгами Ты уже не заплатишь Только Безналичный расчёт Все социальные Выплаты И всё полностью Идут по Безналичному Расчёту Они полностью Убрали Оплату Наличными Средствами И Зато Это уже Прозрачные Оплаты Это уже Прозрачные Цифры И ты знаешь Примерно Какой оборот Денежных средств В данных Сегменты Бизнеса Особенно В общественном Транспорте И при этом Когда эти деньги Уже поступают Полностью В бюджет А уже Бюджет Оплачивает Перевозчикам Их Транспортную Услугу А общественном Транспорте Социальную Услугу Мы все Это должны Понимать На сегодняшний День У нас В редких Случах Где Общественном Транспорте Является Каким-то Ну Это у нас Пока он Является Каким-то Бизнесом Да Но у всех В Европе И по многим Городам При этом Планово Убыточным По-моему Да Это убыточная Это социальная Это социальная Услуга Которую По сути Разум Обмещать Бюджет И мы с вами Сейчас Видим Например Та ситуация Которая Происходит С нашими Автотранспортными Предприятиями Такие как ПАД Практически Предприятие Находится В банкротстве Потому что Его затраты Превышают Те деньги Которые ему Поступают Особенно Ту ситуацию Которая В пандемии Сейчас происходит При падении Пассажиропотока 25% АТП Тоже Денис Говорит Что Не в лучшем Состоянии Находится Многие Предприятия В районах Общественного Транспорта Закрываются Последний Пример Вескополянский Район Автоколонна И сейчас Мы наблюдаем Такую тенденцию Не очень хорошую Что Общественный Транспорт В Кировской Области Особенно Он Находится В наихудшем Состоянии По сравнению Там 5 лет Назад А в 10 Тем более Константин Давайте На этом Мы сделаем Паузу Уйдем на рекламу Вернемся И поговорим Подробнее Про брутто Контракты Про которые Вы уже Неоднократно Упоминали Особое мнение На 101 ФМ Возвращаемся В студию Продолжаем Особое мнение Сегодня Его высказывает Общественник Константин Сичихин И мы Обсуждаем Маршрутную Сеть Депутатские Слушания Которые Состоялись 12 ноября И в первом В первой части Программы Константин Неоднократно Упоминал Брутто Контракты Их анонсировал Председатель Областного Правительства Александр Чурин В своем Недавнем Отчете Перед губернатором Константин Давайте поясним Что такое Брутто Контракты Чем они Хороши Или плохи И почему Это Не новшество Для региона Как это Было Представлено Ну Я уже Вкратце До рекламы Говорил Что Брутто Контракты Это Контракт Который Заключается Между Перевозчиком Медийным Оператором И Администрацией Города Либо Региональным Правительством Министерством Контрактов Пример В котором Четко Прописано Сколько Какое Финансирование Получит Перевозчик За Какой-то Объем Проезда Можно так сказать По километрам Проще сказать Перевозчик Получает Не за Количество Перевезенных Людей А за Количество Километров Сколько У него Проехал Автобус Эта Система Работает И в городе И между Городами Или это Только Межмуниципально Нет Эта Система Может Работать Во всем Регионе В Кировской Области У нас Четкое Есть Понимание Маршрутной Сети У нас Четко Есть Понимание От точки А до точки Б Сколько Километров Зайдите В любую Поисковую Сеть Там Любой Яндекс Или Еще Гугл И вы можете Спокойно Высчитать Сколько Километров Там С улицы Попова До Октябрьского Проспекта От одной Остановки До другой Остановки Особенно Когда Ездят Автобусы И Несложно Вводить Ну Не сложно Перевозчику Заплатить Не за Человека А за Километр Тем самым Мы убираем Вот эти Постоянные Гонки Между Перевозчиками Да Когда люди Начинают Когда Предприниматели Особенно Водители Начинают Которые Тоже Получают Можно сказать Пассажиры Да Которые Начинают Между собой Устраивать Гонки Кто больше Перевезет И кто быстрее К остановке Подъедет Да А во-вторых Перевозчик Уже четко Понимает Что За этот год За свой маршрут По которому Он там ездит Восемьдесят Восьмой Либо Тридцать Седьмой Он получает Вот энную Сумму К этой сумме Ему проще Подстраиваться Он уже не смотрит На пандемию Он уже не смотрит На сезонность Зима Лето Еще какие-то Моменты Да Он четко Будет понимать Что вот За этот месяц Он проедет Там его автобус Проедет Тысячу километров По таким-то Маршрутам И он получит Такую-то сумму Это называется Стабильность Еще один плюс Как я понимаю Это долгосрочное Планирование То есть Контракты заключаются Не на год Они более длительные Это долгосрочное Планирование Вы правы И еще Хочу повторить Что Министерство транспорта Российской Федерации Рекомендует И это прописано В программе По развитию Общественного транспорта Что при переходе На бруто-контракты Бруто-контракты Должны заключаться От 5 до 7 лет С перевозчиками Это сразу Мы с вами Планируем На ближайшие 5 лет Как будет развиваться Общественный транспорт В регионе В региональном центре И тому перевозчику Который будет По этим маршрутам Ему проще Он знает Что он в течение 5 лет Заработает Столько-то Денег И возможно Сможет за это время Обновить Такой-то объем Общественного Своего автопарка За ту прибыль Которую он получит Ну или где-то Сэкономит Хорошо Если у нас Такие длительные Контракты 5-7 лет То как потом Вот этот контракт Заключен И как в середине Действия контракта Будет осуществляться Переход в единую Транспортную Компанию Это вообще возможно Или мы понимаем Что это будет Отложен вопрос Еще на 5 лет Нет Вот смотрите Как бы Вот те регионы Которые на сегодняшний день Пилотные регионы По которой я ранее Называл Там Пермя Тверь Белгорода Они планируют Сразу же В комплексе Все У них сразу же Вводится Единый оператор И сразу же Заключаются Брутоконтракты Они пересмотрели Свою маршрутную сеть На ближайшие 5 лет Развитие Они внедрили Уже Для В рамках Перехода На брутоконтракты Они внедрили Полосу Для общественного Транспорта Понятно Они во всех Городах Потому что Все города Примерно Одинаково По ширине улиц Но Где-то Там Где-то Позволительно Вот Они Это все Уже Сделали И к этому Подвели Брутоконтракты И дальше В рамках Развития Маршрутной сети Они понимают Как они 5 лет Будут Развиваться Я к этому И веду Что у нас Система Немножко С конца Начинается Ну конечно Ты сначала Должен спланировать О чем Мы договорили В том году По поводу Планирования Маршрутной сети На что У нас Приезжали Наши А-ля Эксперты С Рязанского Института Потом Приезжали Из Москвы И это Долго обсуждалось Как будет Развиваться Маршрутная сеть Города Киров В каких направлениях И каким образом Это все будет происходить Это называется Планирование И планирование На долгий срок Развития города Мы не живем Одним днем И когда мы Переходим На брутоконтракты Мы должны Уже понимать Как город Будет развиваться В течение 5 лет А не просто Подписать Сейчас договор На 5 лет С кем-то А дальше Сидеть и думать А как мы дальше Будем что-то Либо делать Ну то есть Я правильно понимаю Мы подписываем договор На 5 лет И соответственно Мы понимаем Что эти 5 лет Перевозчики Войти в единую Систему В единую транспортную Компанию Уже не смогут Или все-таки смогут То есть этот вопрос Как-то можно На середине пути Решить То есть заключить Брутоконтракт А потом думать О компанию Может кто-то Обанкротится Может еще Каким-то образом Но понимаете Как бы контракт Подписывается С единым перевозчиком А суд подряды Под единым перевозчиком Никто никогда Не отменял Хотя У нас сейчас И говорят Что федеральным Законом Суд подряд Запрещен Но Если мы опять же Посмотрим Теперь То Суд подряды Там есть И они работают Под единым Перевозчиками Поэтому Покажет время Но я хочу сказать Что При Вот Следующий год Это такой год Показательный Для администрации Города Кирова Которая Пообещала нам Переход К единому оператору И набрутоконтракт Да И мы должны В следующем году Более Если мы уже Берем опять для себя Паузу В целый год Хотя мы в этом году Должны были К этому прийти Что мы за этот год Должны очень подробно Отработать И маршрутную сеть И развитие Города Кирова Общественного транспорта И как мы все-таки Будем жить В рамках Брутоконтрактов И кто будет Под этим Единным оператором Работать У нас остается Чуть меньше Трех минут Я хочу Вам задать вопрос Чтобы вы прокомментировали Планы По разгрузке Улицы Ленина На сегодняшний день Сообщается Что Пробки С пробками На Ленина Будут бороться Путем Ремонта Существующих Улиц Дублеров Это улица Нагорная Социалистическая Блюхера И Третий опытный Переулок Как вам Такой вариант Разгрузки Я хочу сказать Что это Конечно Улицу Ленина Это не спасет Это не улица Дублеров Если кто там Ездит Он понимает Что это за улицы Как этот Третий опытный переулок Как улица Нагорная Которая опять же Упирается обратно В улицу Ленина И Третья И социалистическая улица Это просто улицы Которые дают Право некоторым Гражданам С улицы Карла Марса К примеру Или там Откуда-то со стороны Блюхера Быстрее перемещаться В район Зонального переулка Ну вот Улиц современной Агрономической Вот и все Они все равно Встают на Ленина Все равно Они в нее упираются Да Они встают Все равно на Ленина И это не спасение Улицы Ленина Не спасение От пробок на улице Ленина Ваш вариант Потому что Основной трафик Транспорта Я не знаю Наша администрация Когда вот так Усказывается Либо она не владеет Ситуацией Либо она не общается С гражданами С водителями Которые перемещаются Особенно часто По улице Ленина Потому что Основной трафик Движения транспорта по улице Ленина, это со стороны Новоавиатска и со стороны Радужного и Солнечного берега. Это основной большой поток, потому что те граждане, которые живут в районе Зонального, они легко перемещаются по улице Тимирязево в сторону Октябрьского проспекта через переезд и автоколонн 12-13. Они легко также могут и по социалистической, конечно, улице убитая, но передвигаться они передвигаются, потому что они также передвигаются по улице Агрономической, которая, по сути, на сегодняшний день тоже в не лучшем состоянии находится. Это не спасение, это не выход. Выход должен быть один. Надо начинать с реконструкции моста на реках Хлыновка, которая там по улице Ленина в районе Блюхера, потому что это такое узкое место, где весь трафик движения из четырех полос. Перемещается в две полосы и практически образует вот это место в основном и образует сейчас на сегодняшний день такую существенную пробку. Во-вторых, надо регулировать движение транспорта по этому промежутку улицы Ленина, да, потому что я считаю, там полностью надо запрещать поворот налево. А там в некоторых моментах это можно делать. Вот. И, конечно, нужно задумываться, опять же, о дальнейшем планировании города Кирова, а именно трафик транспорта Сан-Авятска перераспределять уже в район либо Ивана-Попова, где у нас там путипровод появился, это уже строительство и реконструкция новых улиц либо в сторону куда-то Отятского проспекта. Но это, опять же, строительство новых улиц, новых дорог. Спасибо. Это было особое мнение... Предлагает, что это не поможет. Да. Это было особое мнение Константина Сичихина, руководителя рабочей группы по ремонту и содержанию дорог общественной палаты, член общественного совета по федеральным дорожным агентствам. Константин, спасибо вам. Всего доброго. Вам спасибо большое. Спасибо. Особое мнение на 101FM